Всем привет! Ну и меня сейчас спрашивают, куда ты пропадал целых 10 дней? Я, друзья, работал охранником в автовом режиме. Где? Как? Я рассказывать не буду, это коммерческая тайна. Ну, те, кто служил охранником, те меня поймут. Но сейчас бы я с вами хотел поговорить, что будет дальше на моем канале. Вот пишите мне в комментариях вообще, что вы хотите видеть. Я всегда к комментариям прислушиваюсь. Вот смотрите, я, наверное, буду делать видео о тризубе. Потому что мне уже очень много переслали комментарии. Реально читаю, компетентные, классные комментарии. Вот, можете сами пересчитать. Тут человек пишет, что видите, вот, это тамгорода сдула. Полностью, вот, реально согласен. То, что это тамго именно булгар, а не казар, то есть рода ашина. Как нам врут всякие берпуты, ходасы и прочие реформаторы христианства, которые хотят реформировать христианство за счет иудеев. То есть это, по сути, деградация, а не развитие. И вот мне еще человек пишет. Я вот, честно скажу, спрашиваю у Дубинского, что я должен реально разбираться о том, что там делают в Казахстане, такие паровозы, что они делают. Хорошо, теперь диспетчер в Казахстанской железной дороге. Я вот просто проанализировал то, что сказал Дубинский, и как это повлияет на общественную ситуацию в Купенск-Узловом. все, не более того. И вот мне еще Юра Яс пишет. Вот сами читайте. Сейчас идет гражданская война, Юра, а не Великое Отечественное, не путай одно с другим. И не я об этом придумал, а ООН. И российская пропаганда, кстати, звучит совсем не так, как думаешь ты. И вот здесь. В России считают, что Украина этого вообще ничто, и что на территории Украины идет война с Западом. Вот так вот считают в России. А такое государство, как Украина, для России вообще нет. Это так тебе, для общего развития. Хотя я представлю, вот техника вот эта, что я снял, она тупо катается из депо в депо. Конечно же, на территорию, как сейчас говорят, операции объединенных сил, эта техника, я думаю, никогда не дойдет. Вот об этом я и снял видео. Да, конечно, я бы мог его в теории снять в Коробочкина. Ну, прикинь, там дофига и больше людей в форме. Большинство из них это Азов. То есть национальные дружины. У них еще на руках, вот тут вот, на предплечьях, татуха с надписью «Не верь». Вот начал я бы там бы снимать, в Коробочкина, это Чугуевский район Харьковской области, между Гракова и самим Чугуевом, если ехать железкой. То есть по южной железной дороге. От Купенска в Харьков или с Харькова в Купенск. Так вот, начал я бы там снимать. Меня бы там бы тут же, я думаю, застрелили. Потом бы набили бы татуху там ДНР, ЛНР для ментов, чтобы не расследовали. Похранили бы так все пара и все. Поэтому я снял вот в Купенске увидел, едет техника по территории локомотивного депо ТЧ-15 на это сортировка. Там у нас еще, кстати, была блокада 12 марта прошлого года из-за того, что наши местные активисты против того, чтобы российский уголь к нам везли. В общем, у нас была блокада и вот к нам приехала эта самая военная техника. Никто ее у нас не ремонтировал и она обратно уехала туда, в сторону коробочки. Куда она там с коробочки дальше поедет, я даже не знаю. Но сам факт, что к нам ее пришли, привезли на ремонт, у нас ее никто не ремонтировали и ее обратно увезли. Так вопрос, скажи, а кем должно заняться СБУ? Вот сам подумай. Подожди, вот комментарий оставил, видишь? Вот тут даже с датами все тут положено. Так что, Юра, если ты тупой, то читай, читай побольше отчетов ООН и перечитай лучше великого классика Бугатова. Собачье сердце, Гвардия, Мастер и Маргарита, тогда поумнеешь. В общем, друзья, пишите мне в комментариях, что вы хотите видеть на моем канале и всем всего самого лучшего. Снимаю, кстати, на Nokia N70. Снимаю. Снимаю.